В день памяти преподобного Сергия церковь вспоминала и святую преподобную мученицу Великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару. Особым многолюдными богослужениями дни памяти подвижниц были отмечены на Урале, в Алапаевске. Именно здесь святые Елизавета Варвара вместе с князьями дома Романовых приняли мученическую кончину ровно 96 лет назад, 18 июля 1918 года. Божественную литургию в часовне во имя святой преподобной мученицы Елизаветы совершил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Сотни паломников и прихожан собрались в мужском монастыре новомучеников российских для того, чтобы почтить память стародальцев, погибших в Алапаевской шахте. Память о членах семьи Романовых и близких к ним людей, убитых представителями советской власти, почтили божественной литургией. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, принявшая мученическую смерть в Алапаевске, отдавала все свои силы на то, чтобы помогать одиноким и нуждающимся людям. 105 лет назад ею в Москве была создана Марфа-Мариинская обитель, названная так в честь двух евангельских сестер – практичной Марфы и созерцательной Марии. В своем архипастерском слове епископ Мефодий рассказал о важности сочетания двух видов служения Богу – помощи людям и молитве, представленных в образах святых сестер. Часто нас увлекают молитвы, мы забываем о том, что молитва должна предшествовать делание. Поэтому Марфа и Мария – нечто единое, и поэтому Великая княгиня и организовала, устроила эту Марфу-Мариинскую обитель. Возможность не только помолиться, но и совершить доброе дело была у паломников в этот день. На память о пребывании в обители ее сотрудники отдавали в добрые руки монастырских котят и щенков. Подлинное милосердие распространяется на все творение Божие. Почти всех котят и щенков сегодня разобрали. И вот эта очаровательная девочка сегодня нашла себе новый дом и хозяев. У него сегодня День ангела, и вот мы решили собаку приобрести. У него, как бы сказать, монастырь нам раздавали собаку, и мы решили тоже собаку. Но как назвать, мы еще не знаем. География паломников, пришедших почтить память о лапаевских мучениках, обширна. Они приезжали не только из различных городов России, но и из Германии. В зарубежной церкви большое поклонение, можно сказать, Елизавете и Иннокене ворвали в связи с мученицем. Многие паломники приехали в обитель со своими детьми. И, несмотря на усталость, также приняли участие и в крестном ходе, который состоялся в рамках царских дней. Молодой человек попросил понести крест. И как-то вот с Божьей помощью взял крест. И как-то появились силы и у меня, и у сына, и все. Все, дошли, хорошо до года, вообще прекрасно. В этом году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Елизаветы Федоровны. И этот праздник, возможно, также соберет множество паломников, желающих поклониться святой великой гнегине, отдававшей всю себя другим людям и до последней минуты, не забывая о помощи ближним.